Дорогие мои друзья, не хотел вообще сегодня делать видео, у нас сегодня новости вышли на канале, и также я хотел постребить на английском канале, собственно я сейчас это и буду делать через полчасика, но не могу не сообщить вам, ребята, вы именно за это же меня и любите, и смотрите, и я надеюсь, что вы уже поставили лайк к этому моменту ролика, и также подписаны на наш канал, и у вас нажат на колокольчик и на все дела, чтобы не пропускать вот такого рода срочные алерты, супер, мега срочные алерты. Если вы торгуете этим внутри дня, то вот это солнышко важно для вас, и вот собственно в чем здесь прикол, смотрите, загорелись очень сильные крупные продажи по TRDR, по нашему любимому ончейн скринеру, который показывает аналитику со стаканов всех крупных спотовых бирж, загорелся сильный продавец, значит что это нам, о чем это нам говорит, паниковать не стоит, посмотрите, вот у меня здесь на правом экране движение цены в реальном моменте. Мы с вами вчера еще делали видео о том, что уперлись с вами здесь в локальное сопротивление по биткоину, и собственно, что произошло с тех пор, посмотрите, мы увидели ложный пробой, потенциально ложный опять же, я ничего не говорю, мы может сейчас улетим и на ту за мун сразу на 90к, но если этого не произойдет, то тогда все будет оправдано, потому что смотрите, здесь сильный продавец вот здесь, сильный продавец вот здесь, что примечательно на старших таймфреймах тоже. И вот здесь у нас были тоже сильные продавцы, поэтому все, еще мы имеем, ребята, дело с горизонтальным уровнем, который является, ну понятно, что all-time high в 74, но вообще вот она плита, смотрите, 72-100 примерно, это то, где мы встретили сопротивление. Кстати говоря, в телегу мы об этом написали еще быстрее, поэтому убедитесь, пожалуйста, еще в том, что вы подписаны на нашу телегу, ребята, ссылка на нее сейчас на экране и в описании, обязательно подпишитесь в телегу, потому что там гораздо быстрее вы будете получать все эти бесплатные, замечательные и ценные сигналы. Вот, соответственно, этот выпуск не будет долгим, вы делаете выводы сами, мое дело вас предупредить, а уже там, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Мы имеем дело, как минимум, здесь, друзья, с сильной зоной сопротивления, и если не брать это как один уровень, то это вот такая вот зона, плюс-минус 72-73-500, откуда потенциально мы все еще можем с вами отвалить вниз. И ничего это в долгую картину не изменит, вот мы просто этот треугольник можем перерисовать вот так вот, он станет чуть более долгим, и по сути вот это может оказаться ложным пробоем сейчас наверх, где все затузымунят, и в итоге нас просто возьмут, реджекнут и повезут вниз как минимум на 67 куда-нибудь к нижней границе треугольника, а там может быть еще ниже. Ну, понятно, что всем бы сейчас хотелось коррекции, все говорят, что в этот раз все будет по-другому, ETF и BlackRock, но смотрите, объемы падают, что мы видим, биток продают, те, кто залетал там ниже 30-ки и по 30-ки, имеет смысл разгружать часть, как и я разгружаю, я вам говорю всегда, что имеет смысл. Поэтому тут как минимум не стоит сейчас all-in стоять без стопов в лонг, потому что это неразумно, друзья. Хотя так-то да, все выглядит в моменте побыча, но смотрите, даже на старших таймфреймах, 6-ти часовик, а, пропали, кстати, продажи, ну-ка, ну-ка, 8-ми часовик, 8-ми часовик есть, вот, видите, они еще, видимо, не закрепились, 12-ти часовик, тоже потенциально там есть продажи, на Дневке, по-моему, только еще нету, сейчас подгрузится. 12-ти часовик пока нету, но могут закрепиться, понимаете, вот, стакан это, на самом деле, более локально медвежий, чем бычий в моменте, по 72 тысячи мало, кто уже хочет биток покупать, на самом деле, сейчас. Ну, хомячо, если набежит, могут затолкать сейчас цену и выше, просто вы имейте в виду, что будет потом по-любому коррекцион и дадут зайти еще ниже, возможно, тоже. Хотя, если честно, если посмотреть под вот таким вот срезом, ребят, под таким углом, макро, да, глобальным, то хрен кому, конечно, могут дать зайти, потому что, смотрите, несмотря на то, что, да, халвинг, что у нас давно не было коррекции, вот у нас с вами 3 халвинга, желтые линии, да, и сейчас будет четвертый, вот, буквально, кстати, уже он у нас будет с вами, ребята, через 10 дней. Вообще круто, я вас поздравляю, знаменательное событие, раз в 4 года, у половины у меня награда биткоина происходит раз в 4 года, как високосный год, и нам с вами повезло, что на нашу участь выпало это знаменательное событие. Лично мой, это уже, кстати говоря, получается какой? Третий халвинг, третий халвинг биткоина мой уже, представляете, ребят, какой я динозавр. Да, я в рынке с вот отсюда, я в рынке вот отсюда с 200-300 баксов по биткоину где-то, вот, но тогда я еще совсем мало чего понимал, тут я, конечно, заработал миллиард иксов, потом все слил, как и многие, потом заново учился торговать, и вот, собственно, уже вел канал вот с этой вот, с этой эры, и вы меня, наверное, смотрите. Напишите в комментариях, кстати, с какого года вы смотрите наш канал, и вообще с какого года вы в крипте, интересно узнать, как началась ваша история в крипте. Ну и, в общем, вот, третий халвинг, и сейчас будет четвертый, так смотрите, в чем прикол. А, не туда я эту линию поставил, вот, примерно 19 апреля, ну вот здесь пускай. В общем, да, я хотел это видео сделать коротким, поэтому не буду забалтываться, смотрите, в чем прикол. На самом-то деле, вот тут был откат сразу после халвинга, сильный, понимаете, и вроде как мы его ждем, да. Конечно, здесь был откат до халвинга сильный, обратите внимание, после халвинга был скорее флэт. Вот, поэтому как будет в этот раз, а вот здесь вообще не было отката, посмотрите, был до халвинга, поэтому, с чем черт не шутит, ну сейчас, грубо говоря, если вот так вот будет, понимаете, а кто его знает, потому что оно и так вот будет, то, как бы, давайте экстраполируем это сюда, вот, может просто быть вот так, что никакого нахрен отката вообще не быть, и мы улетим сразу на 200к куда-нибудь. Такое тоже может быть, учтите, с учетом количественного смягчения, с учетом беспредела ФРС, легко такое может быть. Поэтому, что, даже если, а, это я нарисовал на 2 миллиона долларов, да, молодец, Гриня, смотрите, в логарифме, в логарифме нарисовал. Но я вам честно скажу, с учетом того, что происходит в мире, даже такое может быть, если что. Но если мы это опустим более сухенько, вот, тысяч на 150, на 180, в принципе, такое тоже может быть, ребят, ушки. И ставьте лайк, если вам понравился предыдущий прогноз обязательно. Вот такое тоже может быть, поэтому, что тут скажешь? Be prepared, как говорится, вот, в логарифме это так, а в линейке-то это будет эдак. В линейке тут надо по-другому копировать, потому что оно не катит. В линейке будет совершенно эдак, чтобы вы понимали, будет в линейке. Но, опять же, халвинг, вообще-то, по идее, это год флэта. Где год флэта-то? Нету года флэта. Давайте вот так вот одоложим, что это был год флэта. Все, тогда вот, понимаете, to the moon и все. Поэтому, еще раз вам говорю, дисклеймер, не финансовый совет. Да, локальная картина для тех, кто трейдит этим интродэй, более шартовая. Но, опять же, нельзя шартить без подтверждения. Это все еще восходящий треугольник, который, по идее, пробивается наверх. Напишите в комментарии свой вариант еще также, куда, вы думаете, пойдет цена в ближайшем будущем. Ну, по крайней мере, до халвинга. Вот, а у меня на этом практически все. Помните, что в долгую мы летим, конечно же, высоко к звездам. Но в краткосроке цену могут и задампить. А вот по альтам, кстати говоря, я считаю, что сейчас самое неплохое время перекладываться в альты. Посмотрите, мы уже идем наверх по этой метрике от биткоин года к альткоин году. То есть, пока все еще можно туда вкидываться, только резких палок-то не было. Ну, вот смотрите, разве что вот эти перекупленные монеты не берите лучше, на мой взгляд. Ну, много не берите. Solano, Fetter, NDR, Injective, Bitcoin Cash уже тоже разгружать, собственно. На мой, опять же, взгляд. А вот недокупленные монеты, Matic, Manner, Atom. Мне кажется, надо брать. Lightog, Ripple, Flow. Ну, вот это все добро. Дот. Смотрите сами. Дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Короче, что тут скажешь? Вот, у меня все, видите, практически дальше оно все делает. Это пошло, но я тут уже стою на остатке прибыли, стопы подтянуты. Ну, я бы стопы еще ближе подтянул в прибыль, чтобы, если что, забрать хотя бы часть прибыли. Вот что. Эх, вчера не добрал. Я не добрал вчера чуть-чуть лонгов. Но еще не поздно, кстати. Смотрите, по аудио, мне кажется, только-только-только вот он. Да, понимаете, по многим альтам, по битку уже как бы напрашивается коррекцион. Да, и то не факт, что будет. А по многим альтам мы все еще, смотрите, ниже плинтуса. Поэтому тот же аудио, тот же дэш, там, тот же что у вас там? Я не знаю. Lightog. Я думаю, что это все туда. И у меня все это так и подтверждается делом. Аудио, дэш, дот, лайтог. Все стоит наверх. Так что, ребятушки, торгуем осторожней. Все ссылочки в описании. Фиат – это скам в долгую. Помните, что любая фиатная валюта обречена стоить один сатоши или меньше. Вот это классный сайт, кстати. Это наоборот. Фиат Market Cap в битках. Смотрите, вот Market Cap китайского юаня 600 миллионов биткоинов. То есть больше, чем их есть намного. Market Cap доллара 570 миллионов биткоинов. Ну, короче, тут все, посмотрите. И помните, что в долгую все это меньше одной сатоши. Вот, индонезийская рупи уже меньше. Вьетнамские, кто там у них, динар или кто. Все это меньше одного сатоши будет стоить. Все это фиатное скамло стремится к нулю. Поэтому, друзья, всем профитролей. Накапливаем BTC. Торгуем осторожно. И скоро увидимся. Пока-пока-пока. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok